И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце будет новость очень важная, связанная с iHerb. Всем привет! Сегодня будет распаковка сайта iHerb. Это одна из самых любимых рубрик на моем канале, которую чаще всего смотрят. У нас будет распаковка целых двух посылок, которые я объединила в одну. Это те посылки, которые я задолжала вам аж с сентября. И напоминаю, если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и не потерять, конечно же, мой канал. Итак, первое, что я вам хочу показать, это сироп черной бузины или бузины, как правильно называть. У меня в комментариях кто-то поправлял бузины все-таки или бузины. Сироп, который наконец-то появился на сайте, я очень долго ждала, чтобы он появился в наличии и можно было его заказать. И, кстати говоря, это средство я уже успела использовать недавно, когда у меня появились первые признаки ОРВИ. И, о чудо, я выпила три столовые ложки за день и потом на следующий день одну столовую ложку и все симптомы прошли. Он мне помог не заболеть. Какое еще средство настолько рабочее? Если знаете, то напишите в комментариях. Вообще, сами ягоды бузины очень ядовитые, если их употреблять в таком свежем виде. Но в самом сиропе, если эти ягоды заваривать, то они из ядовитых волшебным образом превращаются в полезные. И давайте я вам покажу поближе, как он сам выглядит. Вот сама баночка. И у нее еще есть мерный вот такой маленький стаканчик. Тут максимум 20 мл. Но нужно пить по 10 мл в день, то есть столовую ложку. Детям нужно давать чайную ложку 3 раза в день. Ну, в принципе, в описании написано, как правильно им пользоваться. Следующее у меня в заказе было оливковое масло органическое холодного отжима. Здесь 750 мл. В предыдущем своем заказе я вам уже показывала, что я заказывала тоже масло от этого производителя. Масло авокадо с высоким градусом дымления, на котором не вредно жарить. А это уже оливковое масло, которое можно добавлять в всевозможные салаты, каши. И бренд этот французский. Он очень хороший, качественный. При том, что у него цена бюджетная довольно-таки. И у этого производителя очень много масел. Это и чесночное масло, и миндальное, и фисташковое, виноградных косточек. В общем, на любой вкус. Цена-качество супер. Двигаемся дальше. Следующее в заказе вот такие рисовые галеты для детей. Эти печенья уже мелькали в одном из моих предыдущих видео. Прооблогмас. Где вы могли заметить, что ребенку они очень понравились. И она их с удовольствием кушает. По вкусу они напоминают кукурузные палочки, которые у нас продаются в обычных магазинах. Только с учетом того, что они в меру сладкие. И состав у них, конечно же, отличный. Просто рисовая мука, топиоковый крахмал, яблочный сок. То есть, как детское печенье, вы можете спокойно давать его ребенку. И не переживать, что в нем могут быть какие-то вредные ингредиенты. И цена достаточно невысокая. Я давала их ребенку во время нашего переезда. Ну и не только их. И, кстати говоря, если вы не смотрели этот влогмас, то обязательно посмотрите. Ссылку оставлю вот здесь. И также она будет в описании. Внутри вот такой один большой пакет. В котором вот такие вот печенюшки. И в каждой такой упаковке по две штуки. И у нас остались последние четыре штучки. Я их просто оставила, чтобы вам показать. Дальше у меня в заказе была сыворотка с ретинолом. И ночной крем с ретинолом. Вот так они выглядят. Давайте сниму и покажу вам поближе. Вот так выглядит сыворотка. И вот так выглядит сам крем. Вот такая у него консистенция. Напоминает воздушное мороженое. Вообще, зачем ретинол нужен? Кому он нужен? Как им правильно пользоваться? С чем использовать? Обо всем этом я сняла отдельный ролик. В котором все это понятно изложила. Поэтому, если вы его не смотрели, то ссылку оставлю здесь. Переходите, смотрите. Там очень много полезной информации, которая будет вам точно интересна. И, конечно же, чтобы опять не повторяться. Единственное, что хочу отметить, это то, что ретинол и шлифовка. Это единственные две вещи, которые могут повернуть время вспять для вашей кожи. Но его нужно использовать очень осторожно. Поэтому, чтобы знать все подробности, то переходите по ссылке и смотрите видео про ретинол. Из уходовых продуктов, опять-таки, я заказала две сыворотки с аха-кислотами, которыми пользовалась еще осенью. 8% одну себе. Она немножко помята, потому что пользовалась осенью. Второй подарок сестре. Она еще запечатана. Видите, я ее еще даже не открывала. А той, что пользовалась, покажу вам поближе. Как будто водичка внутри обычная. Но не все так просто. В составе гельколевая кислота, календула лекарственная, гиалуронат натрия, пантенол, молочная кислота, розмарин, алоэ вера и другие ингредиенты, которые очень полезны для нашей кожи. Бренд, конечно же, этот очень хороший. Я была безумно рада, когда увидела его на сайте iHerb. И за такое хорошее средство у него цена бюджетная. Кстати говоря, если вы пользуетесь кислотами и ретинолом, то вы должны понимать, что кожа становится еще более чувствительная к ультрафиолету. Поэтому строго-настрого нужно пользоваться обязательно SPF. Неважно, зима это, лето, осень. Если вы выходите на улицу, то обязательно наносите SPF на кожу. Ну и, соответственно, этими средствами нужно пользоваться в вечернее время. Либо в те дни, когда вы не выходите на улицу. Если вы будете игнорировать SPF, то у вас на коже может появиться пигментация, от которой очень-очень сложно избавиться, практически невозможно. Поэтому не пропускайте этот этап. И еще хотелось бы отметить, если вы хотите использовать эти оба средства, то сначала используйте сыворотку с кислотами. Она отшелушит верхний ненужный слой эпидермиса. И потом вы уже можете начать пользоваться ретинолом. В таком случае ретинол будет работать гораздо лучше, гораздо глубже проникать и приносить еще больше пользы нашей коже. Поэтому пользуйтесь именно таким образом сначала кислоты курсом, а потом курсом ретинол. И ни в коем случае не нужно их совмещать, потому что в таком случае действие ретинола утрачивает свою силу. И напоминаю, что промокод на скидку и все ссылки с товарами будут в описании, с прямыми ссылками. Двигаемся дальше. Кокосовый урбич. Это постоянная моя покупка. Она есть практически в каждом моем заказе. В составе просто кокос, без сахара и без каких-либо других добавок. Покажу его вам тоже поближе. Он такой прессованный и сверху скапливается масло. Это масло можно перелить в банку с маслом, а кокосовый урбич кушать с бананом. Потому что это, наверное, самое лучшее сочетание вкусовое. Ну, по крайней мере, для нас. Мы очень любим его есть на десерт. И теперь новости, связанные с iHerb. Они, к сожалению, неутешительные, потому что iHerb проиграл суд. В Верховном суде о блокировке приложений суд посчитал блокировку законной. Так что тем, кто оказался без мобильного приложения, остается только продолжить заказывать с самого сайта. А чем такое решение обернется в дальнейшем, никто не знает. Поэтому поживем, увидим. Надеюсь, что мы как заказывали с этого сайта, так и будем продолжать это делать. И надеюсь, вам понравилась распаковка. Если так, то ставьте пальцы вверх. И если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, чтобы не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые распаковки. А я вам желаю всего хорошего. Улыбайтесь чаще и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok